Спонсор программы Капли Акуметил Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре готовы построить к чемпионату мира по футболу два тренировочных поля из трех планируемых. Самарчанка с первой попытки завоевала бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью. Дарья Вдовина, лучшая в квалификации, третья в финале всероссийских соревнований. Дарья Вдовина удачно выступила в личных всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового Союза России. Ей не было равных в квалификации. С 10 метров она выбила на мишени 418 очков. В финале оказались точнее Анастасия Галашина из Ярославля и Юлия Каримова из Удмуртии. Алена Попова удачно дебютировала на чемпионате Европы по современному пятиборью. В Джанкове, Польше, самарская юниорка завоевала бронзовую медаль в эстафете. Ей помогла это сделать питерская спортсменка Дарья Грибова. Конкур и плавание они выиграли. Фехтование стали только седьмыми. Все решил комбайн. Бег и стрельба Алену Попову подвел огневой рубеж. В итоге третье место. Второе у сборной Белоруссии чемпионы Европы команда Венгрии. 183 миллиона рублей потратит в Самаре на строительство двух тренировочных футбольных полей для чемпионата мира 2018 года. Хотя по регламенту FIFA требуется три. На две площадки строители уже нашли. Металлург приведут в порядок за 45 миллионов рублей. А вот новое поле на улице Дальней, недалеко от Самара-арены, возведут почти за 138 миллионов. За эти деньги появится натуральный газон высокого качества, пресс-центр для журналистов, раздевалки и трибуны на 500 человек. После чемпионата мира эти поля будут использовать профессиональные клубы, спортивные школы и любительские команды. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.